Приветствую вас. Собственно, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете запрос. С вас нет вопросов, у вас нет вопросов к специалисту. Вот. Это дает вам возможность выбирать. Это дает вам возможность выбирать, на что вы будете обращать внимание, а на что нет, в ответах психологов. История, конечно, далеко не самая лучшая, но тем не менее. То есть да, есть ощущение, что вы просто хотели выговориться, так сказать, на болевшем и все. А дальше уже не особо важно, как и что будет. И в принципе я вас понимаю при той жизни, которая у вас сложилась, наверное, это вполне себе такой закономерный процесс. Но, тем не менее, глобальную ошибку, которую вы допускаете, именно ошибку, это то, что по сути жертвуете собой. Ради ребенка, ради своего ребенка вы жертвуете собой, ради его счастья вы жертвуете своим счастьем. И да, может быть, ребенок хохочет, может быть, ребенка сияет в глазах, но он не может не чувствовать, что происходит с нами. И как бы рано или поздно ему это аукнется рано или поздно на него, это начнет влиять. И соответственно, там либо будет такая некоторая, я бы сказал, тревожность, непонятно совершенно, тревожность, тревожность будет. Либо это будет чувство вины. То есть нельзя сделать ребенка счастливым, не будучи счастливой самой. То, что вы делаете для ребенка, вот, то, что вы делаете для него, ну, как бы, не делайте его счастливым на таком вот глобальном уровне, скажем так. Да? То есть, у этого всего есть подводные камни. И, конечно, возникает вопрос, да? А не чувствуете ли вы, например, вины перед ребенком? Там, допустим, допустим, да, за что угодно. Вот. И чувствуете ли вы вину перед ребенком? Например, например, за развод, за то, что он один и так далее. Ну, я имею ввиду, без отца, да? Вот. И так далее. То есть, что мотивирует вас жертвовать, опять же, собой, своим счастьем, да? Своим состоянием, вот. Ради него. Вот. И, собственно, собственно, ну, как вы считаете, например, достоин ли ребенок вот такой ночью, то есть, по сути, вот, вы взваливаете на него эту ночью, что вот из-за тебя, да, ради твоего счастья я там пожертвовал, пожертвовал с собой, ну, своим счастьем. С одной стороны. С другой стороны, есть другая сложность, на мой взгляд, на которую тоже нужно обратить внимание. Вы говорите, вроде как, что вот мы здесь ненадолго, максимум на, там, полтора года вы пишете. Я не хочу, значит, соответственно, вы говорите ребенка дергать нам, врывать из привычной среды и прочее, 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 прочее. Вы здесь по делу. Но почему-то нет ощущения, не чувствуется, что вы... Вау. Временно здесь. В Петербурге я имею в виду. Нет ощущения, что вы чувствуете себя, чувствуете, что временно находится. То есть... А... Вы вроде бы говорите, что временно, но в то же время вы как будто бы... Ааа... Как будто бы... Не уважаете свой выбор. Не уважаете свое решение. Как будто бы вы его оспариваете. Как будто бы вы не совсем отдаете себе отсчет. Ааа... В том... Что вы делаете... То есть, например, оформление... Того же гражданства, да? Это... Для вас как будто бы... Не так важно. И вы... Не проживаете как бы эмоционально. А... Важность того, что... Делаете. И, конечно, это вызывает вопросы. То есть, например... Ну хорошо. 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 Вам... Вам нужно было приехать. Вы приехали. Ааа... Знали ли вы, что будет так? Отдавали ли вы себе отсчет в том, куда вы едете? Готовы ли вы... Были... К тому, что... Собственно говоря, произошло. Вот. Да? Насколько вам... Собственно, важно вот... То, что... Вы делаете. Понимаете, да? То есть, вот эти все вопросы... Ээээ... На... Которые... На мой взгляд... На мой взгляд... На мой взгляд... Нужно... Поискать ответы... Очень важны. Очень важны. А ответов у вас нет. Почему? Ну, я, честно говоря... Я, честно говоря... Эээ... Подозреваю, что... Эээ... Проблема... У вас... Не за всем в том, что вы описываете. Я подозреваю, что проблема немножко... Глубже. Вот. Я подозреваю, что... Отчасти проблема связана... С тем... Как... У вас, например, складываются отношения с мужчинами, да? То есть, почему... Например... Вот... С отцом... Ну, с отцом ребенку у вас не получилось, да? Эээ... Вашим... Ребенком... Потому что... Ну... Как... Как я уже сказал... Эээ... Вы... Жертвуете собой... Ради... Ребенка... Это... Не есть хорошо... И... Это не признак... Здоровых отношений... Эээ... Вот... Эээ... Так что... Мне... Мне думается, что... Да... Дело может быть еще и... Саморазвитие, безусловно... Эээ... Собственных... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... Ээээээ... Значит, сейчас я прочитал ваш текст и, соответственно, разберем его. Мне 29 лет, сыну будет 8 через месяц. Имеет ли значение для вас возраст, если да, только какой? Живем вдвоем уже 5 лет, то есть 5 лет назад что-то случилось, чтобы разошлись с его отцом. Ребенка, я так понимаю, это для вас травма, а травму необходимо прожить. Ребенок учится онлайн, я работаю онлайн. Ну, то, что ребенок учится онлайн, это, конечно, довольно специфическое. История, на мой взгляд, и тут нужно, конечно, все толькосты. Тонкости. Вот. Участь. Все тонкости. Потому что для ребенка это самый лучший расклад, может быть. Так. Значит, недавно переехали в Россию, в Санкт-Петербург, переехали из солнечного курортного города Умур. Все новое же живое сфера. Да, безусловно. 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 Как бы, переехали был не самым лучшим. Вот. Ну, потому что, действительно, тяжело, ну, как бы, переезжать. Ну, вопрос, конечно, в том, для чего вы переезжали. Да? То есть, вот, когда вы, когда вы говорите, что, эээ, все, ээ, новое, все, 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 все живое и, эээ, серое, да? Это понятно. Это понятно. Вот. Эээ. Ээ. Здесь важна мотивация. Мотивация при этом. То есть, насколько для вас, это важно. Эээ, понимаете, какая штука. Так что, здесь, эээ, то, что вы говорите, что все серое, ээ, тяжелое, новое. Вот. Эээ. Эээ. Это, здесь, это, скорее, некая такая, ээ, личная безответственность. Ваше по отношению к себе. Вот. То есть, некая такая вот, эээ, ну, неосозненность, некая такая неосозненность, эээ, по отношению к, эээ, значит, ну, по отношению к своей, собственно, эээ, мотивации. Вот. И, на это нужно обратить внимание. Так, эээ, чувствуешь, что загоняет себя в тупик. Опять, не совсем понятно. Вы переехали, переехали вроде как сами, переехали вроде как для своих целей. эээ, вас никто не заставлял, в чём здесь тупик. Это первое. Второе. Эээ, в тупик люди себя загоняют, как правило, как правило. Тогда, когда, эээ, личная ответственность, эээ, людей тяготит. В данном, эээ, случае можно говорить о том, что, ээээ, вы тяготитесь, ээээ, личной ответственностью за свою жизнь. Вы ей, ей, эээ, именно, именно что тяготитесь, эээ, может быть, хотите от неё как-то освободиться, может быть, хотите, чтобы, кто-то, эээ, её за вас нёс. И, соответственно, эээ, бессознательно вы действуете так, чтобы, чтобы по итогу оказаться в тупике, и вот обратиться, собственно, за помощью. Вот. Есть такая, эээ, психологическая игра, она называется Тупик. Можете сами же, эээ, посмотреть её, как бы в интернете она есть, эээ, вот, эээ, как бы изучите её. Я думаю, что вам это, в любом случае, будет полезно, потому что, вот, если говорить про тупик, то это, вот, сразу про отношение к личной ответственности, да, некая такая, эээ, скрытая демонстративность, эээ, в поведении, ну, потому что, эээ, хочется, хочется, есть проблема с такой вот, эээ, значимости своей. Причём, даже если в, эээ, в своём городе у вас было всё в порядке, да, вот, если даже в своём городе у вас всё было хорошо, вот, то, ээээ, это не значит, что, ну, у вас на самом деле всё было в порядке, то есть, может быть, проблема как-то оккупировалась, эээ, вот, ну, не решалась. А, когда, когда вы оказались, собственно, в, эээ, в другом месте, да, когда вы оказались в, эээ, ну, в другой ситуации, вот, то, эээ, значит, эээ, это дало себе знать, вот, соответственно. Так что, эээ, здесь тоже очень важный момент. Не знаю, где заводить друзей, куда идти, чем заняться. Ээээ, ну, и, по-моему, вообще, какая-то сложность в, эээ, отношениях своих интересов у вас. То есть, эээ, эээ, это именно, что, вот, эээ, сложности, эээ, по отношению к своим интересам. То есть, это невозможность, эээ, прислушиваться к, эээ, себе, вот, это невозможность, эээ, скедовать своим интересам. Вот, собственно говоря, это отсутствие ээээ, эээ, сексации на своих интересах. И я бы сказал, что, ээээ, вероятно, проблема еще в том, что у вас, ээээ, отсутствует ээээ, ценности. То есть, ну, ценностная такая иерархия, да, она у вас отсутствует. В плане того, что, ээээ, вы не, ээээ, не очень, ээээ, может быть, понимаете, ээээ, что вам важно. Что вам, ээээ, ценно, ценно, в первую очередь. Вот, и это, может быть, ээээ, серьезной такой проблемой для вас. Потому что, собственно, это и создает, ээээ, так сказать, ээээ, вакуум. Это и создает такой вакуум о том, что вы делаете. Вот, к сожалению. Дальше. Ээээ, так, очень не хватает моих родных и близких, каждый день по телефону общаемся, но это не то. Ээээ, ну, смотрите, здесь идет, получается, некая эмоциональная зависимость от родных и близких у вас. То есть, вам они для чего-то нужны. Вы без них не можете, вы к ним привязаны. Это тоже делать вас не свободны. С одной стороны, с другой стороны, это, ээээ, грубо говоря, такая, знаете, статья расходов, получается. То есть, эээ, часть, и, наверное, приличную часть, эээ, своей энергии вы тратите на разговоры с ними. Для того, чтобы пройти их на, там, к примеру, реализацию своих интересов, да, на, так сказать, ээээ, на какие-то действия, на какие-то шаги. Вот, относительно, ну, себя, относительно своих, ээээ, ценностей, да, относительно того, что вам дорого и важно и прочее. Вот. И, эээ, значение, эээ, вот, родных и близких людей для вас, а также, эээ, снижение значения родных и близких для вас. Очень важный аспект. Потому что делать вам зависим, как я уже сказал. Дальше. Впервые за пять лет остро почувствовал себя одинокой. Эээ, ну, понимаете, вот вы пишите, впервые за пять лет остро почувствовал себя одинокой. Эээ, с одной стороны вас можно понять, с другой стороны, эээ, случайно или нет, но вы оговариваетесь, что раньше вы, вы уже чувствовали себя остро одинокой. Эээ, просто вот, эээ, ну, как бы, на это обращали внимание. Вот. Проблема одиночества – это проблема принятия себя. Проблема одиночества – это проблема отторжения каких-то вещей в себе. Вот. Проблема одиночества – это проблема безусловного принятия себя. Вот. Это избегание своих мыслей, это избегание своих, эээ, как бы, чувств, своего внутреннего мира. дискомфорт, неконтакт с ним. Вот, соответственно, отсюда и одиночество. Так что, это нужно разбирать. Ну, понятно, что одиночество может быть ещё и связано со скукой, вот, но скука это немножко другое. То есть, здесь про скуку вы, как бы, сами ничего не говорите, поэтому, ну, я не буду, наверное, на этом заострять внимание, потому что, ну, есть другие деталы. Так, ребёнок не может мне заменить взрослую компанию, я не могу заменить ему друзей. Ну, здесь у вас, как бы, знаете, взаиможертвенность получается. То есть, извините, вы не должны ему, да, заменять друзей, а он вам не должен заменять взрослую компанию. Вот. только, в отличие от, допустим, вас, ребёнок не выбирал переезжать в другой город. Да, в отличие от вас, ребёнок не принимал такого решения, в отличие от вас. И, как бы, на мой взгляд, да, вот, находитесь вы, мягко говоря, ну, в не совсем разных условиях, хотя вы и пытаетесь это в какой-то степени, ну, в какой-то степени показать. Да? Ну, вот, но находитесь вы все же довольно разных условиях. Как я сказал, у ребёнка не было выбора. А у нас выбор был. Вы, как бы, этот выбор, вы его сделали. А теперь получается, что за него не отвечают. Вот. То есть, вы сами сделали выбор в пользу того, чтобы отказаться от своей взрослой компании. Вот. Но почему-то этот выбор вы не принимаете, либо он вам оказался не по силу, этот выбор, не по силам. Вот. И вы отказываетесь признать, что... Ну, что слишком много, например, на себя реально отказываетесь признать, что не можете справиться с задачей, которую я себе поставил. Опять же, ничего плохого в этом нет. Ну, в том, что, в том, что вы не можете справиться с задачей, ну, вот, наоборот, говорить о том, что, ну, задачу вы себе ставите, э-э-э, таки не совсем, я бы сказал, ну, ну, не совсем корректно, что ли, раз вы не можете с ними справиться. То есть, вы, вы не рассчитываете свои силы. Вот. Так что здесь, вот, в такой момент, здесь вы перекладываете ответственность. Ложи в игровые залы в торговых центрах, где он по несколько часов в неделю играет, играет с другими детьми. Вот. С одной стороны, вы поступаете, конечно, здорово, что так делают. Но, с другой стороны, хочется вас спросить, а какой у этого контекст? То есть, контекст у подобных, э-э-э, у подобных, э-э-э, прогулок есть? То есть, хочет ли ребёнок? Нравится ли ему? Э-э-э, в чём смысл того, что он, например, э-э-э, играет? Э-э-э, в чём смысл? Если он с ними не сближается? То есть, э-э, можно ли, например, здесь говорить о том, что, э-э-э, вы, э-э-э, учите, э-э-э, э-э, ребёнка, тому, что, э-э-э, связи не нужны. Вы учите ребёнка, э-э-э, тому, что, э-э-э, вот, связи, связи. Такие вот, продолжительные связи. Это, э-э-э, ну, это редкость, это, это, э-э-э, ну, лучше, чтобы, лучше, чтобы этого не было. Вот. То есть, какая-то вот здесь э-э-э, такая посылка получается. Какой-то здесь такой посыл. Какой выходит. Хотя я, я понимаю, что, скорее всего, вы немножко другое имели в виду, и, скорее всего, вы помогаете ребёнку, но, по факту, проблематика может быть такой, в том числе. И, как мне кажется, ну, вряд ли вы этого хотите для своего ребёнка. Дальше. Сама в это время слоняюсь по магазинам, делаю ненужные покупки. Ну, то есть, жертвуете собой. Стараюсь больше себя загрузить. Опять же, стараюсь отвлечься. Читаю много, решил потянуть в английский, а, ну, опять же, да, это всё про отвлечения. А стоит мало-немало в английском, поэтому прохожу в курсы онлайн, как-то вся жизнь превратилась в онлайн. Ну, смотрите. С одной стороны да. С одной стороны да, действительно, вы, э-э, там. Сложно, с одной стороны. Ну, с другой стороны, э-э, это же ваш выбор. С другой стороны, с другой стороны. С другой стороны, вы, э-э, сами, э-э, ну, приняли такое решение. И, э-э, получается, опять же, что вы за это решение не отвечаете. То есть, вы сами выбрали, э-э, какой путь, понимаете? Вы сами, э-э-э, решили так поступить. Вы сами решили, э-э, ну, двигаться в этом направлении. Вот. Мы сейчас не говорим о том, хорошее ли это направление, или плохое, вот, хорошее это был выбор, или не очень хорошее это был выбор. Вот. Это не так важно сейчас. А важно другое, что вы так поступили, и ничего не пишите о том, что вас кто-то доставлял. А теперь, получается, что вы этим тяготитесь, да, и пишите, что Донецкан оставит ребёнка, а за это он в самом деле не знает. Ну, да, может быть. Но это ваш выбор. Вы недовольны им. То есть, вы, получается, совершаете над собой некоторое насилие, вот, и не чувствуете, что вы это делаете, потому что вам это важно, и вы, то, что, э-э, что, первостепенно горите, вот именно горите этой важностью, то что вы, её именно, проживает эту важность. Дальше. А-а-а, так. Отдавать его в обычную школу не вариант, потому что мы тут, ну, по пара года, такая проявляется гражданство. Собственно, за этим и приехал. Ну, опять, да, казалось бы, это нужная история, но, вот, не чувствуется, что для вас это нужно. А-а-а, потом снова в тепло, к морю, не хочу дергать ребёнка, вытаскивать его из привычной среды и режима. А-а-а, и сама так больше не могу. Хочу отношения, хочу иметь свою жизнь. Ну, иметь свою жизнь вам никто, вам никто не мешает. А вот, для чего вы хотите отношения, вопрос. С детским познакомиться, потому что никогда никуда не хожу одна. Ну, так, а-а-а, почему вы никуда не ходите одна? А если вы никуда не ходите одна, как вы с кем-то познакомитесь, да? То есть здесь вы уже играете в другую игру, да, но? Что же, поисследуйте её. Пробую сидеть на сайтах знакомств, как-то не складывается. А что именно не складывается? У меня ощущение, что я не живу и наблюдаю за жизнью. Так правильно, вы жертвы, вы постоянно охотитесь в положении жертвы. Во времена безденежья я жила, кажется, более насыщенной, я думала, как сработать, как выйти. А-а-а, не совсем. Во времена безденежья речь скорее идёт о том, что вы жили тем мотивом, который у вас был. Вот этот мотив был, ну, такой, знаете, достаточно живой, я бы сказал, мотив, да, то есть, это был вот именно такой эмоционально, значит, эмоционально ощущаемый во имя мотив, скажем так. А-а-а, то, чем вы живёте сейчас? Вот. Или как вы живёте сейчас? А вами эмоционально? Ну вот, ну вот не ощущается. К сожалению. И, как бы, отсюда трудности ваши, понимаете? Какая штука. А-а-а, трудности в этом. А не в том, что безденежья или денежья. Вот. Ну и выживание, конечно, тоже. Тоже, да. Дальше. А-а-а, мне уже ничего не хочется, всё глубже-глубже замыкается в своём мире. Правильно. Потому что основная функция, вы... Как бы выжить. Убрать угрозу своей жизни. Она в том, что выполняется. А больше вы ничего не привыкли в себя чистить. И больше никаких целей вы не привыкли добиваться. Как я думаю. А-а-а, дальше. Не одинок, как раз я устала от себя. Ну, опять же, да. Устали. Почему? Потому что в свое время тратится энергия. А энергия тратится. Почему? Потому что вы себя заставляете. Дальше. Так. Так. А-а-а. Так долго занималась саморазвитием. Выучила два иностранных языка. Обычно стабильный доход. Перечитала кучу литературы. Пались и смрутся. Последние три года мне было достаточно себя. Ну, а-а-а. Как бы это все ни было... Отвлечено. Все-таки лично саморазвитием лучше заниматься со специалистом, а не через книги. А-а-а. Дальше. Сейчас я чувствую себя одиноко и не приспособлено к жизни, оторванно от реальности. Ну, мне кажется, вы всегда такой были. Просто отвлекались от этого. Погоня. Звагнула договор. Я заставляю себя выходить на улицу, ходить на спектакль с ребенком в торговый центр. Ну, опять же, нет. Здесь конфликт-конфликт, описанный мною ранее. Жду лето, а жду, когда будут знакомы. Ну, опять же, вопрос. Для чего вы ждете лето? Зачем оно вам? От чего вы хотите его получить? От чего хотите? От знакомых получить? От мужчины чего вы хотите получить? То есть, понимаете, вы все ждете. Вот основная проблема, э-э-э, как бы, невроза, да, невроза, это, это, э-э, то, что человек ждет. То есть, он ничего фактически не делает, он ждет. Это некая пассивность, это некая, э-э, временность своего, э-э, такого, э-э, существования. И именно невозможность жить здесь, здесь и сейчас, это, э-э, как бы, основной признак того, что вы не в ладах с самой собой. А, поскольку вы не в ладах с самой собой, то и с другими людьми, людьми в ладах вы тоже не будете. Вот с отцом ребенку у вас не сложилось, почему вы решили, что с другим мужчиной все получится. Дальше, чем больше я стараюсь работать над собой и принять нынешнюю ситуацию, тем больше мне хочется просто укрыться отделом, плакать и спать, плакать и спать. Ну, опять же, плакать и спать, это регрессия. Работать над собой вы через оставление себя. То есть, это ни в коем случае не работа с чувствами, это ни в коем случае не проживание своих эмоций и так далее. Что, опять же, повторюсь, лучше делать со специалистом. Себе вы пока только вредите. Но я не могу, потому что хочет, например, быть счастливым. Ребенок не будет счастливым, ой, как я уже сказал, от того, что вы делаете. Ему не нравится, я не могу знать, если я специально хочу смеяться, меня это радует, потому что я всегда хотел сделать его счастливым. Нельзя сделать ребенка счастливым, не сделать счастливой себя. В данный момент я не чувствую себя счастливой. Нельзя для ребенка, это, как я уже сказал, закономерность. Не знаю, что с этим делать. Тем с тем, что не чувствую себя живой. Что, ну, что делать. Психотерапия, Мика. Психотерапия. Вы знаете, что делать. Вы же обратились на сайт на наш. Вот. Что делать, вы знаете. Вопрос только в том, готовы ли вы меняться на самом деле. Потому что то, что вы, то, что вы делаете, да, то, что вы делаете, это, ну, извините меня, это не перемена, это видимость, это иллюзия. Вот. И ваше, как бы, ну, ваше сознание, да, оно, точнее, просто сознание, оно говорит об этом. Что, 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 не совсем, как бы, по целям вы делаете, когда занимаетесь своим развитием, лично саморезом, как вы говорите и так далее. Вот. Обязательно изучите игры психологические, которые я назвал. Вот. Это игра «Тупик», это игра «Баму». Вам будет легче понять свою жизненную стратегию на текущий момент. И лучше будет понять, то, какие защиты. Какие защиты вы используете для того, чтобы удержать себя в этой позиции, в этом состоянии. Это очень важно, потому что, если, например, у вас будет психотерапия, то вы будете защищаться, механизмы защиты будут действовать. И очень важно их, по крайней мере, отслеживать. То есть, я не говорю пресекать, но хотя бы понимать, что это, вот, просто механизм защиты, что это страх, вот, и, как бы, что это нормально. Так? То есть, чем больше, например, вы испытываете этот страх, если вы чувствуете его во время психотерапии, вот. Это хорошо. Это значит, что вы на верном пути. Я вам желаю всего доброго. Я надеюсь, что помог вам. Удачи. И надеюсь, что вы, как бы, ну, примите верное решение относительно своей жизни. Если, там, не для себя, то, опять же, для ребенка хотя бы. Потому что не может быть ребенок счастлив рядом с несчастливой мамой, которая хочет плакать и спать. И, там, не для себя, то, опять же, и, там, не для себя, то, опять же, и, там, не для себя.